Всем привет и добро пожаловать на страницу дневников разработчиков мира симуляторов поездов, где мы приоткрываем завесу тайны над разработкой последней версии франшизы мир симуляторов поездов. Сегодня мы поговорим обо всех новых и улучшенных функциях, которые вы можете ожидать от мира симуляторов поездов, включая редактор, режим фотосъемки и обновление всех наших творческих инструментов. Давайте уберем это отсюда. В поездах четвертого мира мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя более свободно и могли наслаждаться своей коллекцией. Вы хотите проявить больше креативности, как в плане создания контента, традиционного творчества, так и в плане его создания по ходу дела. И не всегда необходимости следовать за ним, следуйте инструкциям. Итак, в рамках подготовки к четвертому мировому чемпионату мы обновили множество доступных вам инструментов для создания игр. Мы действительно старались предоставить игроку как можно больше возможностей для контроля и настройки, а также для создания инструментов, работающих друг с другом. Планировщик Snowrow поставляется с целым рядом новых функциональных возможностей. Одна из самых больших из них, это возможность связывать пути вместе. Таким образом, это означает, что если в третьем учебном мире вы могли бы управлять поездом из пункта А в пункт В, то в четвертом учебном мире вы можете управлять им из пункта А в пункт В, из пункта СВ пункт Д и обратно в пункт А. У нас есть инструменты для объединения ресурсов, а это значит, что вы можете эффективно удалять искусственный интеллект с карты, а значит создавать более оживленную атмосферу. У нас есть настраиваемое время начала и описание сценариев. Мы также добавили возможность выбора погоды для вас, так что она может быть индивидуальной или динамичной, а также в зависимости от времени года, в которое вы запускаете свой сценарий. Таким образом, улучшения, которые мы внесли в конструктор доставки по сравнению с C3, заключаются в возможности отмена и повторения действий. Это очень важные изменения для создателей, которые добавляют много слоев в свои поезда. В третьем режиме ЦВ вам фактически придется полностью удалить его и начать заново, если вы допустили ошибку. В то время как в четвертом режиме ЦВ вы можете просто отменить шаги или повторить их заново. Самое большое изменение, которое мы, вероятно, внесли в дизайн ливреи, это ограничение на количество слоев в тысячу литров. Это в три раза, более чем в три раза превышает ограничение на количество слоев, которое было доступно в C3. Так что люди могут еще более творчески подходить к ливреям, которые они производят. Мы также добавили возможность размещения пользовательского текста на боковых стенках поездов. В компании ЦВ трем людям фактически приходилось делать это с помощью фигур и создавать шрифт. В этом году вы можете просто напечатать свой шрифт, и он будет помещен сбоку вашего поезда. Таким образом, фоторежим действительно возвращает управление игроку. Итак, представьте, что вы едете по маршруту и только что наткнулись на этот удивительный снимок, который хотите запечатлеть. В третьем эпизоде ЦСВ вам нужно было сделать это именно в этот момент, иначе все пропало бы даром. С помощью фоторежима вы можете сразу же поставить игру на паузу, а затем еще раз поводить камерой по кругу, чтобы сделать идеальный снимок. Таким образом, вы запечатлеваете момент и затем можете выровнять его. Режим фотосъемки предлагает возможность применить некоторые фильтры, чтобы вы могли изменять такие параметры как насыщенность, яркость, контрастность, экспозицию, что действительно позволяет вам определить желаемый снимок наилучшим образом. Как только вы сделаете свои снимки с помощью фоторежима, вы сможете просмотреть их в фотогалерее. Вы можете просмотреть их в полноэкранном режиме или даже загрузить в Daftail Leaf. Самое замечательное заключается в том, что эта система является усовершенствованием того, что ранее было известно как снимки фанатов ПРАУ. Таким образом, это означает, что любые ранее сделанные вами фотографии также можно просмотреть в фотогалерее. Когда речь заходит об инструментах создания и тенденции в четвертом мире, мы действительно прислушиваемся к нашим игрокам и стараемся реализовать как можно больше функциональных возможностей. Таким образом, пользовательский интерфейс относится к пользовательскому интерфейсу в игре, а это относится ко всему, что имеет 2D, с чем взаимодействует игрок. Таким образом, это может быть переход из главного меню в меню паузы к любым маркерам или виджетам в игре, которые может видеть игрок. Мы сохранили минимальные изменения, чтобы быть справедливыми, потому что оригинальный пользовательский интерфейс от S3 работал действительно хорошо. Так что на самом деле мы не хотели вмешиваться в то, что уже было действительно хорошо сделано. Так что вместо этого мы просто подправили несколько вещей, которые нуждались в улучшении. Одно из улучшений, которое мы решили внести, заключалось в том, чтобы улучшить выбор цвета кнопок меню, чтобы игроку было легче понять, какой вариант он выбрал. Мы также внесли несколько эстетических изменений, поэтому обновили изображение меню и цветовую гамму меню. Мы также обновили пользовательский интерфейс, используемый в Клубе Создателей в Центре онлайн обмена информацией. Это платформа, на которой игроки могут делиться друг с другом своими творениями и модами, созданными ими в свободное время. Мы действительно постарались сделать пользовательский интерфейс в Creators Club немного более захватывающим и ярким. Чтобы люди действительно захотели войти, и следуете, чего добились другие люди. Мы сделали его более похожим на галерею, больше похожим на витрину с работами других людей. Одна вещь, которая мне действительно нравится в работе с командой разработчиков пользовательского интерфейса, заключается в том, что мы команда, которая общается со всеми остальными командами, потому что пользовательский интерфейс – это то, что питает каждый-то еще один аспект разработки игры. Например, нам нужно поговорить с игровым процессом о том, какие сценарии графики будут включены в игру, а также о том, правильно ли работает система подсчета очков. Мы люди, которые подключают текст, и поэтому текст, который будет переведен, должен пройти через лог. Мы в некотором роде являемся центральной нервной системой игры. Редактор поезда в четвертом мире – это полный набор инструментов разработчика для создания поездов. Это именно тот набор инструментов, который мы используем здесь в компании «Ластровкин хвост» для создания всех элементов контента, которые прилагаются к игре. Это означает создание маршрутов, поездов, сценариев и даже расписаний. Теперь все это стало возможным и находится в руках общественности. Общая тема игры поезда в четвертом режиме заключается в раскрытии творческих способностей игрока. Речь идет о том, чтобы дать вам больше возможностей для работы. И мне показалось очевидным включить редактор в эту работу, если это вообще возможно. Таким образом, все встало на свои места, и нам удалось добиться этого. Так что теперь в поездах четвертого мира есть что-то особенное, независимо от того, хотите ли вы просто делать все, что хотите в свободном роуминге. Вплоть до того, чтобы делать абсолютно все, что вам нравится, в редакторе, а затем делиться этим с другими игроками. Мы знаем, что в мире есть много людей, которые уже несколько лет практикуются с ЮФОР, в надежде, что этот продукт появится на рынке, и мы сможем сделать его доступным для них. Теперь эти люди действительно могут реализовать свои мечты, реализовать свои амбиции в отношении того, каким по сути должен быть контент для тренингов в World Force. И мы знаем, что многим людям придется немного поучиться этому. Поэтому мы надеемся, что благодаря учебным инициативам, которые мы собираемся внедрить и сделать доступными, люди смогут освоиться с этим и начать создавать отличный контент. Мы будем публиковать видеоуроки на YouTube, проводить прямые трансляции, демонстрирующие простые действия в редакторе в качестве мероприятий сообщества. Там будет представлена письменная документация по некоторым функциям. Там будут доступны образцы контента. Там, где это возможно, мы будем предоставлять доступ к документации разработчиков, которые используем внутри компании, в которой объясняется, как строить поезда, прокладывать пути и подавать сигналы. Это открывает перед каждым человеком полный потенциал для того, чтобы делать все, что он захочет, и воплощать свои мечты о создании потрясающего контента. Еще одна действительно захватывающая функция, над которой мы работаем вместе с Trains and World, это тактильные ощущения. Это вибрация на контроллере, световой панели и динамики для пользователей PlayStation. Существуют различные типы вибраций в зависимости от того, что вы делаете. Так что если вы взаимодействуете с зазубринами или переключателями внутри кабины, если вы проезжаете через перекрестки или даже когда вы соединяетесь с поездами, световая полоса на PlayStation показывает следующий аспект сигнала. Так что если вы приближаетесь к красному сигналу, то появится красная световая полоса. По громкоговорителю звучит сигнал тревоги железнодорожной системы. Так что если ваша система АВС издаст звуковой сигнал, он будет передаваться через громкоговоритель, и ваша световая полоса также будет мигать оранжевым цветом. Когда идет дождь, в настоящее время это один из самых больших факторов, ухудшающих видимость, потому что дождь может сильно мешать работе системы. Так что мы действительно хотели вывести это на новый уровень, и команда сделала так, чтобы изображение работало в гораздо более высоком разрешении. Так что вы не будете не вижу больше ничего, чтобы нам мешало. Вы увидите то, что выглядит как высококачественный дождь, появляющийся на ветровом стекле, а затем стекающий по нему и реагирующий на силы, действующие на поезд, и так далее. Так что во время дождя вид гораздо приятнее. Сейчас это, наверное, один из моих любимых способов вождения автомобиля. Итак, появилась новая функция, называемая объемным туманом, которая создает плотность в воздухе. Таким образом, теперь вы увидите световые конусы, исходящие от фонарей, вы будете более отчетливо видеть свет, исходящий от поездов. В дополнение к этому визуальному эффекту, большая плотность атмосферы означает, что такие эффекты, как сумеречные лучи, или божественные лучи, как они более известны, теперь будут кроме того, вы можете видеть их более отчетливо, когда свет проникает сквозь деревья и так далее. Тени в сочетании с объемным туманом делают окружающую среду намного более захватывающей. Это относится даже к относительно ясным дням, потому что на самом деле никогда не бывает абсолютно ясно. В туманный день ваши фары сталкиваются с совершенно новой проблемой, потому что, как и в реальности, ваши фары просто освещают весь туман перед вами. Так что это тоже новая задача для водителя. Мы внедрили новую функцию под названием мини-хат, которая очень похожа на наш нынешний хат, за исключением того, что она удаляет большую часть информации, которая может не понадобиться новым игрокам. Таким образом, это позволяет игроку просто больше сосредоточиться на игровом процессе, а не постоянно смотреть на экран хат. Работа над поездами в четвертом мире и новым набором функций была действительно сложной, но в то же время очень захватывающей. Мне очень повезло, что я работаю с командой, которая у меня есть, потому что, хотя работать над этой игрой определенно непросто, в ней много сердец. Эта игра отличается от любой из тех, что мы выпускали ранее, потому что большое внимание было уделено улучшению набора функций, а также созданию интересного контента в стилях, которые мы ранее не делали. Таким образом, команда действительно была полна энергии и увлечена тем, что они могут привнести нового в этот опыт. Похоже, что впервые за долгое время игра значительно продвинулась вперед. Учитывая количество обновлений инструментов создания, которые мы сделали и вернули контроль игроку, я так взволнован, увидев, что будет происходить в дверях и что будет дальше. Люди могут с этим справиться. Для описания тренировочного мира я бы использовал следующие три слова. Я так думаю. Это захватывающая, захватывающая, настраиваемая игра. Подождите минутку, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. Мы действительно хорошо провели время. Это величественные, великолепные машины. В игре появилось множество новых захватывающих функций, которые мы с нетерпением ждем, когда вы сможете опробовать. Когда 26 сентября 2023 года стартует игра Train Sim World 4. Уже сейчас она доступна для предварительного заказа на всех платформах в стандартном издании, делюкс-издании и специальном издании. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Мы будем говорить о новых впечатлениях. Тогда до встречи.